здравствуйте это retail.ru и мы вновь в проекте диалоги ритейлия видео репортаж находимся на новом объекте мы в бутово на складе утконос онлайн смотрим автоматизированный склад поговорим с операционным директором о том как развивается сейчас игросери канал и каким образом технологически нужно подготовиться для того чтобы быть успешным и доставлять много заказов ну что ж идем смотреть склад и нашим гидом сегодня будет операционный директор утконос онлайн михаил часовников михаил здравствуйте приветствую мы сейчас находимся на складе расскажите пожалуйста как давно он появился сколько ему лет и почему мы именно здесь находимся почему у нас такой повод получился на самом деле этот склад который находится в бутово в компании уже более 15 лет но буквально два года назад мы приняли решение его реконструировать и вывести на следующий уровень по производительности по возможности местам хранения и соответственно мы теперь здесь находимся потому что мы прошли этот тап реконструкции и готовы показать это самый современный склад в утконос онлайн в утконосе это современный склад да ну и я думаю в категории продуктов питания в принципе в россии я думаю это самый современный склад если мы говорим про вот в какой момент приняли решение делать реновацию почему что послужило тому что все-таки надо я думаю один из таких вот ключевые факторов это был повышенный спрос во время калида когда мы увидели что есть большой большая тенденция смены поведения покупателей в сторону онлайн мы верили в эту тенденцию и верили то что она сохранится поэтому решили сделать эту инвестицию для расширения наших мощностей и одновременно повышение производительности ну вот стеллажей вот если говорить про ключевую перестройку вот это всего да мы сейчас очень много уже посмотрели до того как с вами начали общаться это 7 этажей 7 этажей и этот склад он не просвечивает скажем так вот и до то есть мы даже в итоге не смогли использовать возможность там посмотреть все разом почему именно такой вот проект был выбран для того что тут просто вот ваши наблюдения ведь все-таки вы участвовали в создании проекта и подготовки ну когда мы рассчитывали и планировали нашу инфраструктуру для нас важно учесть следующий фактор то есть какая глубина корзины который покупает у нас покупатель какое количество товаров мы здесь планируем хранить какой ассортимент будет все эти факторы они сильно влияет на то с какой логикой комплектовщик проходит и собирать заказ по складу с учетом этих факторов и с учетом наших планов что мы хотели иметь здесь как ассортимент а вот выстроили именно такую логику и логика следующая нам нужно иметь много пространства для хранения и с гибкой возможностью настраивать разные маршруты подбора и обхода по этим стеллажам а вот локация бутова на какую географию нацелен данный склад с этого склада на текущий момент мы обслуживаем всю москву и даже дальнее подмосковье опять вот на текущий момент у нас есть два разных типа сервиса водконосе более быстрая доставка с ученым ассортиментом и более ну или более более широкий ассортимент с медленной менее быстрой доставкой соответственно этот склад так как он в себе представляет сейчас широкий ассортимент 75000 ски он обслуживает самую нашу широкий географию покрывая все наши точки доставки мы сейчас когда готовились к этому эфиру нам уже рассказали о том что есть возможность скажем так большими машинами куда-то до собирают большими машинами вывести еще перегрузиться получается что достаточно широкая география вообще сейчас утконос сколько широко покрывает по доставкам мы сейчас предлагаем доставку вплоть до дальнего подмосковья если взять не знаю южную границу это примерно до чехова ну и я наверное предлагаю все таки находясь на складе вот самое интересное это проследить каким образом все-таки товар в итоге сначала все таки попадает вам на склад и в итоге уже отправляется свой путь к своему покупателю большой длинный умный путь у нас если совсем начиная с самого начала у нас есть внутренний алгоритм который пополняет наш сток на складе автоматизировать автоматизировать система которая делает прогноз какой у нас спрос на ближайшие какую-то там нет перспективы на несколько дней вперед мы знаем какие категории нам нужно поставить на склад с какой глубиной и начинаем это все заказывать а поставки к нам приходят 24 на 7 то есть в течение всех суток мы принимаем товары соответственно после приемки несколько часов на размещение этого товара в свою зону а ну и дальше идет комплектация мы стараемся сделать так что у нас ассортимент всегда представлен нет такой ситуации где у нас заканчивается что-то и мы не можем что-либо заканчивается для покупателей так как у нас товар хранится на разных этажах и корзина которую покупает у нас покупатель она широкая а то приходится иногда начать маршрут подбора товара с одного этажа но завершить его на другом этаже поэтому мы видим перемещение контейнера с одного этажа на другой люди при этом не перемещается чтобы не бегать по этажам ну контейнеры перемещаются а на самых верхних как-то так что этажах что располагается как правило здесь разные категории имеет свои какие-то можно сказать зоны хранения соответственно ну например где мы сейчас находимся здесь категория non food конкретно конкретно здесь мы видим всякие салфетки и так далее но здесь располагается именно эта категория на food каждый товар не имеет какое-то статичное место хранения сегодня он здесь со следующей поставкой или приемкой он может находиться уже она адресная но она динамическая то есть если этот товар закончится а следующий раз когда мы его примем его можно положить где-то совершенно в другом месте на этом этаже как сборщики ориентируются пространстве склада я на самом деле вижу что они очень быстро бегают вот это отдельно я понимаю какая задача у пола была для того чтобы был ровный можно это все тележки катить а вы рассчитываете них оптимальный склад путь чтобы меньше бегать меньше ходить я думаю это наверное основная задача руководители этого склада продумать и выстроить все так чтобы всегда был самый кратчайший самый оптимальный путь сборки заказов это наша основная задача соответственно для этого нужно продумать куда положить товар в каком количестве он там должен находиться и как сформировать задание для комплектовщика чтобы он сделал на меньшее количество шагов а что же делает волшеб если он не нашел того товара который был в тсд указу бывает есть специальный функционал на тсд которые у нас называется черная метка на это такой грех нажимаешь на кнопочку черная метка а это значит что ты нашел товар в таком случае следующему комплектовщику упадет на задание найти этот товар с другого места где-то еще может быть например если уже система думает о том могу ли я дать шанс этому комплектовщику найти этот товар по его пути по его оставшуюся пути если нет то она даст это задание для другого комплектовщика обойти и взять этого а что есть а если уж его точно нет то к сожалению уходит уведомление покупателям извините к сожалению товар мы не доставим на таких случаях очень-очень тсд это механизм понятно что планшетами смартфонами все умеют пользоваться сколько требуется времени для того чтобы обучить вашего среднестатистического сборщика да там линейного персонала вот и как вы этим занимаетесь особенно если мы понимаем что какой-то момент вам надо больше людей в какой-то меньше мы обучаем коллег в течение нескольких дней когда они туда когда они к нам приходят на работу мы не только учим как пользоваться тсд наверное эта часть была бы просто и быстро но мы пытаемся им дать общую картину о наши покупатели о компании в целом чтобы у них была полноценная картина всего происходящего вокруг это первый момент но также у нас есть что называется меж вахтовое обучение мы продолжаем тестировать между каждой вахты на предмет как проверить не знаю там качество фруктов и овощей для сотрудников приемки для сотрудников занимать отвечать за комплектацию у них есть проверка на ряд каких-то других моментов просто чтобы люди не забывали что для нас важно и как что как что как что работает есть такие моменты и что еще добавлю на самом деле чтобы бегать бегать так быстро как некоторые коллеги здесь бегают и занимает несколько бахт выйти на этот уровень как минимум две и тогда они выходят на свою максимальную производительность новость об открытии вашего склада совпала с летним сезоном с открытием летнего сезона в свое время и вот теперь про сезонность насколько вы чувствуете сезонность вот именно в вашем сегменте и как она проявляется где вам приходите приходится там приложить максимальное усилие где приходится отпускать сотрудников сезонность она однозначно есть и в общем количестве заказов но и внутри заказа мы тоже видим смещение на разные категории например летом конечно спрос идет больше на свежие какие-то фрукты и овощи зимой может быть сторону сторону каких-то там консервах или что-то из этой серии у нас очень ярко выраженные там сезонность разных типов овощей и фруктов будет сезон арбузов мы начинаем все готовить все пространство готовить под огромное количество заказов арбузов их нужно собирать определенным образом и в другие контейнеры класть и так далее поэтому склад это очень живой организм мы постоянно что-то здесь меняем перестраиваем помимо того что мы пытаемся найти как улучшить маршрут подбора ну и конечно же вот каждый каждый месяц наверно мы адаптируемся под новые промо под новую сезонку я сейчас понимаю что все-таки вот уже опомянули момент связанный с тем что заказ может быть от и до кстати самое большое количество коробок который кому-нибудь приезжало это какой самое большое количество коробок были истории о том что целыми грузовиками отгружали заказа то есть там один или два грузовика был вот один заказ оптовый а сам маленький а ну самый маленький здесь может быть конечно же просто вот один товар если он там проходит по нашему минимальной планки по заказ по сумме заказов вы еще сейчас затронули тему фруктов овощей это одна из ваших широких достаточно категорий как справляться в рамках такого склада и вообще вот с операционной части именно во фроф именно во фроф но все начинается с того что мы мы делаем очень сильный упор на качество и проверку во время приемки этих товаров когда они приезжают к нам на склад вас есть несколько разных подходов часть товара мы уже начинаем проверять вплоть на складе у наших поставщиков и там отбирать то что нам нравится и привозить этот себе дальше ты сюда уже приходит и можно сказать проходит по нет ну и зеленый коридор в большей часть конечно же приходит напрямую нам с доставкой от поставщика и здесь у нас есть тоже ряд вот как подходов есть те поставщики который мы проверяем меньше есть и которые проверяем больше это первое отсечение по качеству потом есть этап пасовки этих товаров во время когда мы пасуем на разные можно сказать веса для покупателей тоже идет идет проверка всех товаров и продолжаем отсекать то что уже к нам не подходит еще добавлю если говорить про проф у нас 4 и температурных камер именно под проф с разной температурой соответственно ну вот весь товар который должен храниться своем гиппозоне хранится чисто своем гиппозоне у вас же по идее должно все вмещаться в эти ячейки когда коробки коробки ячейки но у нас есть специальное место здесь где у нас хранится негабаритный товар там другой тип хранения там уже не такие ячейки там может быть большой какой-нибудь ящик палетный или что-то еще где хранится товар но у вас я вижу все построено действительно вот на этих коробках и вижу разного размера и у вас же получаем опять же вот если можете вот чуть-чуть подробнее вот таких вот мелочах как используются эти коробки какие есть типы и почему так почему именно такие коробки ну в первую очередь наверное это ну не в первую очередь в совокупности эта коробка должна и эффективность спускаться по конвейерам то есть она нашей системе должна проходить по всем по всем местам она должна быть и достаточно глубокая чтобы нам не было необходимости дробить заказ на много коробок она должна оптимально вмещаться в наш транспорт да чтобы мы не теряли на какое-то пустое пространство в утилизация логистики я знаю термин вот в нашей системе мы используем два размера более крупно более крупный контейнер и более мелкий соответственно когда нет необходимости использовать крупный контейнер там допустим это остаток заказа или сам заказ по себе не очень большой мы используем маленький контейнер а эти маленькие катера два маленьких контейнер и вмещается на место одного крупного соответственно чуть плотнее а этот склад он насколько скажем он уже вот кто и планируем и мощности который был заложен он уже пришел да он способен выполнять 15000 заказа в сутки о да мы при необходимости можем сделать такое количество заказов а раньше сколько можно было в рамках такого же масштаба делать раньше можно было сделать наверное что-то ближе 10 12 тысяч за тысячи заказов но с гораздо более низкой производительности сейчас мы эти 15 тысяч можно собрать эффективнее быстрее и быстрее передать зону доставки еще одно из таких ключевых моментов этого склада что изменилось для коллег которые собирают заказы раньше на мы привозили все собранные контейнеры вот эту зону нужно было можно сказать вручную сортировать их по разным маршрутам доставку сейчас для нас это эту роль выполняет сортировщик если посмотреть здесь там у нас сотни шутов каждый из которых выполняет роль так сказать накопителя под один конкретный маршрут вручную нам не нужно дальше искать и собирать все эти контур контейнеры которые собирались на семи разных этажах проезжая 8 километров конвейерной линии ну надеюсь не каждый из них проезжает 8 километров но в целом а приезжать сюда как я сказал это уже готовы готовы маршрут который поедет в автомобиль с конкретным водителем что мы здесь делаем мы берем эти контейнеры и выставляем на этот ролл загружаем таким образом и этот ролл дальше загружаем уже в наши автомобили я кстати здесь обращу внимание я просто видела о том что мы же сейчас не вы не полностью упакована у каждого сборщика есть тсд и соответственно они чик и сначала сюда потом ставят потом опять сюда то есть это каждый раз столько дополнительных движений но именно это позволяет максимально минимизировать какие-либо риски неправильной логистики а вот дальше как это происходит вот куда он ставит и почему дальше мы берем этот ролл который будет заполнен и всеми ящиками и мы его привязываем к определенному месту в нашем буфере дожидая свой свой автомобиль или своего водителя ну система подсказывает куда именно нужно его поставить чтобы в правильном порядке мы потом это загрузить загрузили в машину а в правильном порядке для того чтобы мы дальше было максимально удобно и быстро для водителя найти этот контейнер но сейчас нам это вернуть надо на место чтобы мы действительно не сбили какой-то крутой заказ не менее важный для какого-то конкретного человека так а хорошо а сколько максимально вот таких вот коробок может попасть в один в одну машину или они прямо спиками заходят такими да вот такие устройства заходят прямо машину в среднем примерно 30 заказов могут поместиться в наш наши форды с помощью которой мы доставляем осуществляем нашу последний вот здесь на самом деле тот момент когда вот они побежали загружать этого не видели соответственно сейчас боже как все быстро какое максимальное количество машин уже уходила там например за одни сутки за одни сутки с этого склада уходит примерно 250 300 рейсов разного типа есть такие машины есть мелкие машины форды которую уходит напрямую с этого склада то есть без перегрузки через хаб а у вас какой часовой формат доставки то есть со скольки до скольки шести утра начинаем доставлять до покупателей до часа ночи а что делает склад между часа ночи и 6 утра склад всегда комплектует мы одна из задач склада это иметь максимально равномерную загрузку в течение дня это позволяет нам быть более эффективным соответственно уже отталкиваясь от спроса покупателя мы этот спрос пытаемся равномерно закрыть сотрудниками склада у нас так получается половину наверное заказов покупателя оформляется доставкой на следующий день зная что у нас есть эти заказы мы начинаем собирать уже заранее по крайней мере часть заказа например охлажденку заморозку мы собираем уже в последнюю очередь но до этого мы собираем сухую часть заказа на протяжении сегодня так часто проверяются остатки товара на стеллажах это для вас регулярная инвентаризация или это закрываемся на какое-то время и проверяем все нет мы делаем регулярную инвентаризацию мы проходимся по всему складу можно сказать раз в несколько недель проверяя все полки все что у нас здесь хранится это для нас очень важно делать так часто и и не реже потому что мы хотим всегда мы стремимся всегда показателю который у нас называется инфу то есть все что клиент заказывает у нас через приложение на сайте мы хотим на сто процентов привести ему именно то что он заказал без дополнительных звонков на какие-то обмены товаров без там не знаю отметок там потерь что-то не нашли мы стремимся к этому показатель на сто процентов это показатель сейчас находится на уровне 99 и 8 то есть два товара из 1000 мы где-то в момент сборки не находим мы сейчас поговорили уже про то как поступает товар к вам на склад мы поговорили о том как в итоге там за газ проходя по всем восьми с половиной тысячам метр километров просто как ну не тысяч километров 8 8 километров до 8 километров до 8 тысяч метров кабельных линий но мы не затронули вопрос текущий а как люди заказывают понятное дело что утконос один из первых был первый кто начал игрос или тему качать многие годы назад вот что сейчас кардинально изменилось и почему у вас выбирают сейчас покупатели мы до сих пор продолжаем предоставлять для клиента возможность сделать самый крупный заказ но не то что самый крупный но сделать заказ и самый широкий ассортимент в онлайн гроссери мы считаем у нас две самые сильные стороны это и широта ассортимента и качество товара продуктов с которым который мы доставляем до покупателя как я объяснил ранее это очень сильная проверка фруктов овощей молочки момент прихода момент хранения и до отгрузки а вот соответственно это и качество и широта выбора проговорили железный человек механическая такая вот машина до которую вы построили но без все равно без людей а ее невозможно обслуживается достаточно большое количество людей бегает и работает здесь а сколько сейчас сотрудников за действительном складе а примерно 900 человек работает на этом складе сейчас это все все это и служба эксплуатации и руководителей и конечно же линейный персонал комплектовщики которые делают все возможные функции а ранее сколько было все зависит от количества заказов это основной драйвер нашего количества людей количество людей которые работают соответственно чем выше наша производительность тем меньше людей требуется на 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 выполнение какого-то заказа я думаю сейчас процентов на процентов 30-40 наверно мы более производительные соответственно меньше тратим на каждый заказ на 30-40 процентов меньше людей выполнение тех же тех же заказ и некоторое время назад мы и принципе здесь вот мне интересно сейчас ощущаете вы это или нет если вернуться к ситуации на рынке который мы все проживали проживаем и практически каждый а чаром с кем мы говорим говорим говорят о том что сейчас дефицит сотрудников вот именно линейного персонала как вы с этим сейчас согласитесь не согласитесь и если испытываете дефицит а как его располнять мы точно чувствовали этот дефицит до февральских событий это был факт потому что продолжался бурный рост и развитие нашей отрасли после этих событий рост в этой отрасли и заказов соответственно чуть замедлился такого острого дефицита мы сейчас не чувствуем но это вполне возможно что ситуация вернется к этому состоянию опять наверное не совсем ближайшей перспективе потому что все же рынок сейчас есть тенденция оздоровления рынка в том плане что все компании стараются быть значительно более эффективными и из-за того что все выходит на новый уровень эффективности общее количество заказов заказов я думаю в среднем по отрасли на текущий момент меньше чем было раньше но не то что меньше но рост меньше чем он был раньше соответственно прям сиюми на это дефицита и давайте уже немножко про будущее да не просто сейчас иногда говорить про будущее но планы строит компания онлайн-канал так или иначе может не так быстро сейчас он все равно имеет своего же покупателя остается задача обязательно его сохранить какие вы видите перед собой планы вот перед собой как перед операционным директором какие еще показатели нужно улучшать достигать к чему стремится поделитесь какими-то идеями в этом направлении сокращение затрат это всегда был была правда и останется правдой но прям про наши дополнительные задачи сейчас это это ускорение скорости доставки хорошо до 15 минут в нашей модели мы не планируем делать на этом наши модели было бы очень дорого соответственно нужны другие склады другое количество складов и другой формат мы стремимся выйти на показатель так сказать показатель кликты где-то на два два с половиной часа то есть самая ближайшая доставка для тебя всегда должна быть где-то в диапазоне двух с половиной часов ну что ж вот так мы посмотрели склад очень любопытный знаете что что мне еще нравится это вот сюда попадаешь и ты понимаешь на точно водконосе вся идентика присутствует это отдельный момент корпоративный дух стиль чувствуется вот спасибо большое михаил за то что показали такой масштабную работу и успехов с надеждой на то чтобы любят новые любопытные кейсы спасибо за экскурс пожалуйста